Всем привет! Птеригоплихт – это красивая и популярная рыба, которую также называют парчевый сом. Птеригоплихт – рыба, которая поедает водоросли в огромных количествах. Пара взрослых особей может содержать в чистоте даже очень большие аквариумы. Птеригоплихт может вырастать в природе до 50 см в длину, а продолжительность жизни может быть более 20 лет. В аквариумах птеригоплихт живет от 10 до 15 лет. Отличительная особенность у птеригоплихта – высокий и красивый спиной плавник, который может быть длинный до 15 см. Этим сом напоминает морскую рыбу – парусник. Парчевый сом может содержаться с различными рыбами, так как характер у него мирный. Могут быть агрессивными и территориальными по отношению к другим птерикам, если они не росли вместе. Птеригоплихту нужен просторный аквариум, как минимум 400 литров на взрослую пару. В аквариуме необходимо положить коряги, для того чтобы они могли соскабливать с них обрастание – основной источник пищи для парчевого сома. Также они усваивают целлюлозу, соскребая ее с коряг, а она им необходима для нормального пищеварения. Парчевый сом – ночная рыба, поэтому лучше кормить его на ночь, незадолго до выключения света. Обратите внимание, что хотя в основном они поедают растительную пищу, в природе сомы также подальщики. В аквариуме они могут ночью объедать чешую с боков дискуссов и скалярий, поэтому не стоит содержать их с плоской и медленной рыбой. Уход и содержание. В содержании не сложен при условии обилия корма, водорослей и дополнительной подкормки. Рыбка хорошо подходит для начинающих, но следует помнить про ее размеры, так как часто ее продают как чистильщика аквариумов. Новички покупают, а рыба вырастает быстро и становится проблемой в маленьких аквариумах. Лучше использовать внешний фильтр, так как рыба довольно крупная и вода быстро загрязняется. Рекомендованная температура 24-30 градусов, кислотность 7, жесткость 10-15. Рекомендуется еженедельная подмена воды порядка 25% от объема. Кормление. Очень важно кормить парчевого птерегоплихта разнообразной растительной пищей. Идеальное сочетание – 80% растительной и 20% животной пищи. Из овощей можно давать шпинат, морковь, огурцы и кабачки. Сейчас продается большое количество специальных кормов для сомов, они хорошо сбалансированные и могут составлять основу рациона. В комбинации с овощами будет полноценный рацион. Живые корма лучше использовать замороженные, как правило птерегоплихты подбирают их со дна после кормления других рыб. Из живого корма предпочтительно давать креветку, червей и мотыля. Также стоит обратить внимание на то, чтобы птерики наедались, так как рыба довольно медленная и может просто не успеть за другими обитателями аквариума. Разведение. Разведение в домашнем аквариуме невозможно. Особи, которые продаются, размножаются на фермах. Это связано с тем, что в природе рыбе нужны для нереста глубокие туннели, выкопанные выли. Самцы после нереста остаются в туннелях и охраняя малька. Так, как норы достаточно большие, их сложно обеспечить в простом аквариуме. Всем спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok